Девушки отдыхают Потому что придешь и заявление напишешь, что нужно сделать, отдашь и все. Вода в погребе есть, крыши текут, к креслу к этому сколько раз ходили, толку мало. А уже уберут с нас деньги, но за что? Крышу никакого ремонта не делается. А зато в квитанции за все есть. И ремонт, и капитальный, и все, что хотите. И сейчас у нас в студии гость, председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Против какой власти народ голоса? А что плохого у нас в Томске? Самая высокая рождаемость... Люди только что говорили. А я хочу этим людям сказать. По дорогам не пройти. А я хочу этим людям сказать. Вот, о котором мы говорили. Первое. Самая высокая рождаемость в Томске. Самая низкая смертность. Самая длинная продолжительность жизни. Самая на 200 тысяч, на 250 тысяч работающих в Томске 200 легковых машин. У нас на 500 тысяч населения миллион сотовых телефонов. Да вы что? Что такое у нас катастрофика? Борис Алексеевич, смотрите. У тети Маши загорелась там где-то капает с крыши вода. Это, конечно, я должен сказать... Извините, но та же тетя Маша вот с этой водой, которая у нее капает с крыши, оценивает работу власти. Но вы сказали, у нас больше всего автомобилей. Сколько у нас стоянок для этих автомобилей? Сколько гаражных комплексов, чтобы ставить эти автомобили? Назовите мне сейчас телезрителя, которому мы сейчас без стоянки дадим бесплатный автомобиль. Кто откажется? Кто откажется сейчас получить бесплатный автомобиль без стоянки? Я думаю, что никто не откажется. Вот, видишь, да? Поэтому и не говори. Хорошо. Поэтому прекрасный город, прекрасный город, живет очень динамично. Один из самых богатых городов. Хотя мы являемся самым северным городом, столицей не только в России, а в Европе. И мы с вами тратим колоссальные деньги на борьбу с природой. Вот когда в феврале было холодно, мы каждый день 100 миллионов в день с вами тратили на борьбу с природой. Ни Париж, ни Берлин, ни Лондон столько не тратят, сколько мы тратим. И это уходит откуда? От населения же. То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет. Потому что я там был депутатом еще дальние-дальние времена. Как решить эту проблему? Увеличить строительство жилья. В прошлом году, когда мы, исполняющим обязанности мэра Томска, был Николай Чук, мы построили впервые за 50 лет столько жилья. Ладно. Поэтому не надо это рассказывать. Сказки, которых нет. Ладно, я думаю, что сейчас... И не надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши. Ну, извините, это не наше мнение, это мнение нашего населения. Это не наше формирование. Вы формируете так и все? Хорошо, хорошо, Борис Александрович, давайте... Хорошо, плохо. Давайте лучше расскажите людям правду. Давайте вот поговорим. Вы на прошлой неделе были в Москве. Был. Прежде чем перейти к той встрече, которая состоялась у президента России. Скажите, в Москве какие-то итоги наших выборов известны? Как там оценивают то, что в первом туре... Да никак. Я с таким ни с кем не оцел. Это наше внутреннее дело, и причем, а что особенного? У нас прекрасные выборы, прекрасно прошли. У нас замечательный закон о выборах, принятый Государственной Думой Томской области. Он полностью выполнен на 100%. И я счастлив, что наши избиратели пользуются нашим законом. Борис Алексеевич, я думаю, что всем нашим телезрителям очень понравилось и по душе пришло ваше описание жизни прекрасной в городе Томске. Давайте все-таки поговорим о том, что там... Я еще одну цифру не назвал. Что у нас замечательный город в прошлом году нашел, нищий и бедный город, нашел 6 миллиардов рублей, чтобы пропить. Пропили мы 6 миллиардов. А, понятно. Пропили. Ну, я думаю, что сейчас левобережную дорогу и автобан в аэропорт построим. И тогда вообще будет, да, ну, на радостях, потому что жизнь станет совершенно счастливой. Скажите, пожалуйста, вот что это была за встреча в Москве с президентом? Какова ваша роль в этом? И как это скажется на жизни в процветающем городе Томске? Значит, встреча была плановая. Это регулярно, а президент регулярно встречается с законодателями. И, кстати говоря, эту идею заложил еще Ельцин. И, значит, эти встречи поднимают авторитет законодателей и представителей. Мы все-таки представители власти. Мы вас, население, представляем. Значит, какие задачи ставил президент? Первое. Резать бюджет. Еще раз порезать бюджет. И сказал, что это ответственно на нас, на законодателях. Второе. Значит, подверг резкой критике, что мы плохо спрашиваем с исполнительной властью. Заставляет усиливать конфликт с исполнительной властью. Ну, в основном этим вопросом были посвящены проблемы. Ну, и третье, вопросы, конечно, кризисы. Не могли обойти. И, к сожалению, президент сказал о том, что, значит, пока никаких идей, как выйти из кризиса, никто не придумал в мире. И он внес, у нас тоже очень много предложений. Он внес, сказал, не надо метаться. Давайте будем идти тем путем, который мы сейчас идем. Вот Борис Алексеевич, президент, те, кто смотрел эту трансляцию, наверняка помнят и писали об этом после этой пятничной встречи в Кремле. Называл в качестве примеров конкретные регионы и даже конкретных губернаторов. И якобы будут сделаны кадровые выводы. И ничего подобного. Вот Томск. Нет, я не верю. Во-первых, он никого не называл. Ни одной фамилии, ни одного губернатора. Так. Никаких фамилий, ничего. Он сказал, опять одну фразу обронил о том, что, значит, будут кадровые изменения. Те, кто не будет справляться с поставленными задачами. Да, есть такие вещи. Но я должен сказать, у меня вот новейший доклад специально принес показать народу. Вот новейший доклад, это сплошные карты. Вот цветные карты, вот это доклад, который... Да, Томск везде есть и везде Томск в приличном месте. Отлично. Ни одной страницы нет, где мы были плохи. Это опять к тому, что протестное голосование. Что, голосовать против того, что мы хорошие? Мне сообщают, у нас есть телефонный звонок от зрителя. Давайте выслушаем, и, может быть, успеем ответить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. А меня очень удивили ваши слова. И, как коренную томичку, обидели по отношению к тете Машу, у которой капает с крыши. Вот вы сидите, считаете, автомобили мобильные, а о простых резовых томичках вы совсем забыли. Ну и что? Как вы высказались? Ну и что, что капает с крыши? Так. Да какой вопрос? Ваше отношение. Почему вы так выразились по поводу тети Маши? Ваше отношение. Потому что телевидение ТВ-2 все время на этих частных вопросах строит политику нашего города. Наш город совсем не такой. Борис Алексеевич, но частные примеры – это наша общая жизнь. Понимаете, мы их говорим ведь не в целом. Не в целом. Вот как раз когда мы смотрим, мы в целом говорим все время только это и это, это и это. Нельзя свой город таким образом представлять. Вот вам показывали, как... Поэтому я и говорю, что в прошлом году мы построили 500 тысяч квадратных метров жилья. Почему мы об этом не говорим? Почему мы не говорим о 500 тысячах людей, которые заехали в новые квартиры, где не капает? Поэтому сострадание очень важно. Я с вами согласен, что сострадание нужно. И мы этим занимаемся бесконечно. У нас есть 13% бедных людей, а их немного, не мало. 100 тысяч, и, конечно, они требуют... Борис Алексеевич, мы говорим... Но делать из своего города помойку нельзя. Мы говорим и о тех успехах, которые совершаются в нашей жизни. Другое дело, что, уж простите, власть, представители власти слышат и видят только то, что хотят видеть. А то, что им не нравится, они считают, что в этом виновата телекомпания ТВ-2. Но это жизнь города, в котором и вы, простите, живете, и чьи интересы, горожан, вы представляете. Спасибо в любом случае вам за участие в нашей сегодняшней программе. Программа «Час-пик» подошла к концу. О развитии событий в 9 вечера на канале ТВ-2. Оставайтесь с нами. Программа «Час-пик» подошла к концу.